МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город просыпается. Пока жители плещутся в душе и заваривают утренний кофе, на улице уже кипит работа. Армия дворников наводит чистоту. Анатолий Сафронов привык начинать свой день рано, часов в 7 утра. Хотя официально рабочий день у него из 9. Здесь потом успею пройти, надо пройти 6-й. А у меня я уже привык в рано встать. Хоть так, хоть так, я уже привык. Мы начинаем работать, я начинаю 7 с лишним, ну 8. Людей нету, и потом, когда машины разъезжаются вдоль бордюров, потом проходим, немножко слетаешь, так вот так. А в жару, если солнце будет, начнешь в день, там солнце уже будет, печи за печью, когда там вообще уже тяжело будет, в жаркую погоду тяжело. Так, нам еще посмотреть на за углом. Опять ждешь? Потом тебе скажу. Всегда бодрый, в хорошем настроении, с огромным мешком он обходит дворы и освобождает урны. За день в них собирается много мусора. Несмотря на то, что урны установлены буквально у каждого подъезда, не всем жильцам хватает сил донести до них свой сорт. Так что работы у дворника всегда хватает. А здесь постоянно, хоть убираешь к вечеру, дети, особенно на каникулах. У-у-у, на каникулах. В понедельник у нас, как обычно, тяжелый день. Потому что после выходных, это как всегда, все урны полные. Половина скамеек вон, поломаны были. Были скамейки, все полностью. А половина все поломано, и на беседках тоже так же. Мусор вон, постоянно вот такая петрушка. Что можно сделать? Урны тоже были, убрали. Сейчас вот так вот, все полностью вот здесь. Работой Анатолий доволен. Физический труд на свежем воздухе, что может быть лучше? А главное, сразу заметен результат. Приятно наблюдать, как улица обретает опрятный вид. Это все по-разному, конечно. Работа, ну, нормальная. Плохого я не могу сказать. Очень хорошая работа так. Больше потом, тем более здесь вот, на 6-1 живу. Иногда, что, ага, вечером чай возьму мешок. Пройдусь, соберу. Чтоб легче было в понедельник, и все. А если на дачу, то уже не будешь с дачи ездить. Там вот еще пройду. Здесь постоянно мусор, потому что, потому что, та вот я, маму, не доделала, постоянно идет куча. Туда раньше, еще не забетонировано, туда все закидывали, весь мусор. А потом уже не знаю, что к чему. Дети-то еще раз, туда несут, выкинут, выкинут. Вот и вся система. Что-то непонятно. Главное орудие труда дворника летом – веник и мешок для мусора. Зимой, если тротуары покрываются наледью, в ход идут лопата и лом. Веник Анатолия особенный. Украшен найденными резинками для волос, чтобы не путать с другими. Так, оставим вот так вот. Тут уже так вот у некоторых бывает, у некоторых нет. Когда как быть? У уборщиц такие же, а тут уже сразу узнаешь, что уже… Моя, да? Да, уже… Анатолий отмечает, что мусорят во дворах в основном дети. После выходных обычные игровые площадки завалены фантиками и бутылками от лимонадов. Однако в этот понедельник дядю Толика ждал приятный сюрприз. Накануне ребята устроили субботник и буквально вылезали свой двор. Хорошо же они убрали? А? Хорошо же убрали? Нормально. Я не говорю, я не скажу, что плохо. Их никто не заставлял. Я туда-сюда говорю, а так-то, да? Сами у меня спросили совок. Мусорят не они, мусорят те, которые приходят с другими. Наши точно не. Я думаю, девизу. Ну, вчера думаю, пройдусь, посмотрю. Посмотрю, но часов в пять это было. Ну, в шестом где-то я. Пошел, смотрю, тут дети уже. Вот и спросили, меня не заставлял ничего. Они сами все полностью изгребли, и это, и сами унесли мешка, и мусор сами уносили. То, что вот они убирают, убрали, это они сами для себя. Вот все, весь резон. Они теперь уже будут знать, что меньше мусора. Вот и все. Вот что, фактически резон. Я-то потому что убираю, и они сами видят. Да, вот и вот для чего. Так вот оно. Большие взрослые уже, они знают, что к чему. Жители района с уважением относятся к Анатолию. Ценят его труд. По всем вопросам обращаются к дворнику. Здравствуйте. Как у вас дела? Потихоньку. Вот эти контейнера, они так и будут. Пока разрешения не будет. Собаки, контейнера и полные будут. Мусор, вот этот весь этот мусор. А тут, здесь, это все оттуда. Собаки тащат. Собаки, только так. И вот что интересно, первый, второй, три контейнера полные, а остальные пустые. Я каждый раз всем соседям, которые встречаю, и детям стараюсь говорить. Ну видите, полный контейнер, бросьте в третий, в четвертый. А это уже безволяно. Им потому что лень пройти, они выкидывают первый, второй, третий. Кто как ведь, непонятно. Я говорю, все, со мной все здоровы, знают, потому что. Здоровенько. Потихоньку все, все, как, еще больше. С людьми надо разговаривать хорошо. Люди относиться будут к тебе так же, как и надо. Вот и все. Здравствуйте. 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 Анатолий переехал в Осетию из Сыктывкара. Помогает сестре присматривать за сыном. Поначалу пришлось помучиться с поиском работы, но сейчас жизнь наладилась. В будни работа, по выходным – дача. Донжоли и кизил непрозевательно. Вот, собираешь, а потом так вот. Потом ленка в банки закатывает. А там начнется уже помидоры, огурцы, все закатывает. Это, это. Помогает. Время уходит, когда все шевелит, все не сидеть. И вот. Надо, захотел, вышел, прошелся. Туда, туда, прошел, туда, сюда. Вот. А большинство все. И, ну, если нет, так на даче пошел он там в парк, пошел, по парку прогулялся. То есть, да, дальше прошел, дальше прошел. Ну, есть пока возможность. И помогаю, и сестре помогать надо и так, и так, и так. Я вот привычный, он так берется, он куда еще можно больше влезет. А если тяжелый будет, возьму тележку, на тележке. А так вот, он легкий, вот и все. Быть на своем месте – это не всегда про материальные блага и достаток. Главное – внутреннее удовлетворение и желание просыпаться по утрам. Счастливым. Главное, чтобы жить хорошо. И счастье, и все. Жить счастье, и люди хорошо относились. Вот к людям относятся хорошо, и это. Вот это же, это счастье. А какое правило? Правило – работа и отдыхаешь. Вот и все. Надо вот сестре помогать. Сейчас пойду. Ладно, надо еще бежать сейчас. Мелкого Нодара посмотреть. Он сейчас во вторую смену идет. Работа дворников незаметна только до тех пор, пока они ее выполняют. Мы все привыкли к чистоте и комфорту. И редко задумываемся, каким трудом они даются. То, что для нас само собой разумеющийся – результат тяжелой и недооцененной работы дворников. Чистота, где не мусорят, это выгоднее, чем мусорят. Лучше, пусть не раскидывают меньше. Чистота золотого рода называется. Если так вот рассудить. Вот это уже давно такая поговорка. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова